Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Когда ты посмотришь его, ты по-другому взглянешь на происходящее в этом мире события. Даже на победу Байдена на выборах, на то почему Трампа забанили везде где только можно и почему именно Джанет Йеллен стала министром финансов Соединенных Штатов. Особенно понятно это будет тогда, когда ты посмотришь интервью в конце этого видео. Вот это интервью. Это уже будет в конце, поэтому обязательно досмотри этот ролик до конца. В прошлом я снял два видео, вот это и вот это. В них я рассказывал о том, что Всемирный экономический форум и Международный валютный фонд готовят незаметно ото всех так называемый ESDR. Электронную ESDR валюту, которая станет цифровой резервной валютой. Друзья, все ответы, вся информация, все их секреты и то, почему XRP, третья криптовалюта в моем портфеле, кроется в этих международных супер транснациональных финансовых организациях. Связи так сильны между Ripple, XRP и всей финансовой системой. Теперь не только финансовой, но и геополитической. В этих двух видео, что я посвятил электронной ESDR от этих финансовых организаций, они сказали, что ключевым препятствием для ESDR являются геополитические интересы и трения разных центральных банков по всему миру. Кстати говоря, ESDR, для тех, кто не в курсе, это искусственное резервное платежное средство, имитируемое Международным валютным фондом. Они планируют создать целую валютную корзину ESDR, которую назовут ESDR в качестве резервной валюты. США, Китай, Япония, Великобритания, Евросоюз, все они примут эту валютную корзину. Всемирный экономический форум сказал, что готов запустить ESDR в скором времени, и существующие ESDR в МВФ сыграют в этом ключевую роль. Так почему это все так важно именно сейчас? Несколько дней назад Всемирные банки и Международный фонд проводили встречу, итоги которой Джанет Йеллен назвала новым Бреттон-Вудским моментом для глобальной экономики. Один и тот же язык для всех их, казалось бы, отдельных структур, не так ли? Ведь мы с тобой помним, что в октябре прошлого года точно такой же под копирку сленг использовала Кристалина Георгиева, возглавляющая Международный валютный фонд. В разное время самые весомые фигуры финансовой системы и глобальной экономики повторяют одни и те же слова. И это не просто совпадение, нет. Кристалина Георгиева сказала 15 октября 2020 года, что мы находимся в новом Бреттон-Вудском моменте. Спустя 4 дня после этого прошла встреча глобальной финансовой элиты, посвященной трансграничным платежам, и я точно помню, что я ее освещал у себя на канале. Далее прямая цитата от Кристалины Георгиевой. Сегодня мы переживаем новый Бреттон-Вудский момент. Это пандемия, которая уже унесла более миллиона жизней. Это экономическое бедствие, из-за которого мировая экономика в этом году сократится на 4,4%, а объем производства к следующему году по оценке будет меньше потенциального на 11 триллионов долларов США. Не забывай, что этот так называемый кризис здравоохранения так или иначе стал катализатором всего того, что происходит в финансовом мире сегодня. Даже того самого роста биткоина. Этот геополитический черный лебедь позволяет им внедрить то, что они так давно планировали. Новую резервную цифровую валюту SDR, которую они назовут ESDR. Давай просто вернемся в прошлое. В середине 1940-х на столе появился план Бреттон-Вудской системы. После внедрения она существовала до 1971-го. Эта система требовала привязки валюты к доллару США, который стал мировой резервной валютой и был привязан к золоту. Но пришел Ричард Никсон и поставил точку в тогдашней Бреттон-Вудской системе. Отвязал доллар от золота и создал систему петродоллара или же нефтедолларов. Собственно, это и стало причиной быстрого развития Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые влияли и влияют на международную торговлю и валютные обмены. Зачем нам это знать? Зачем читать историю? На самом деле, очень важно быть в курсе того, что происходило, чтобы предсказать будущее. Если они называют этот год новым Бреттон-Вудским моментом, это означает, что они собираются привязать валюты мира к новой мировой резервной валюте. Мировой резервной и цифровой валюте. Вот откуда разговоры про ИСДР. Про валютную корзину из множества национальных валют, которые будут привязаны к одной ИСДР. Наша задача не просто наблюдать, но спекулировать, что же это может быть. Я спекулирую, что это может быть новая ИСДР, созданная Международным валютным фондом, или же приватным сектором под ее руководством. Приватный сектор может работать напрямую с финнорганизациями и центральными банками, чтобы создать цифровую ИСДР, использовать ее как средство обмена и сбережения. Всемирный экономический форум утверждает, что ИСДР уже в разработке. Также их цитата, что «эксорпи» наиболее соответствует принятию цифровых валют центральных банков. Здесь так и написано, это не мои слова. Марк Карни, управлявший Банком Англии с 2013 по 2020, сказал, что новая виртуальная валюта может ослабить зависимость мира от доллара США. Это же подтверждает и Всемирный экономический форум. Он пишет, «Конечно, парадокс Трифена можно избежать, а огромное влияние Америки на денежную систему ослабить. Все, что требуется, это основная резервная валюта, которая не выпускается национальными властями». Когда-то эту роль должно было выполнять золото, но оно не могло удовлетворить спрос на глобальную ликвидность и средства сбережения. Действительно, до появления криптовалют и цифровых валют парадокс Трифена обойти никак не получалось. Парадокс Трифена описал, как ни странно, Роберт Трифен в 1960-х. Он звучит так. Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного баланса. Но дефицит платежного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива. Поэтому для укрепления доверия требуется профицит платежного баланса. Как ты понимаешь, это взаимоисключающие себя факторы. Именно в этом заключается парадокс Трифена. Вместо доллара США, конечно же, может быть любая другая фиатная валюта и парадокс никуда не денется. Фиатная валюта, но не цифровая. Понимаешь? Я хочу, чтобы каждый, кто смотрит это видео, понял, все, что я сейчас говорю, не пришло из ниоткуда. Это не было как гром среди ясного неба. Все это длительный анализ всего, на что обычно люди, отвлеченные разными проблемами, совершенно не обращают своего внимания. Все имеет причину и имеет свою цель. Опять же, Всемирный экономический форум пишет, взлет криптовалют создал уникальную возможность для рыночных сил возглавить переход к действительно нейтральному резервному активу. Поскольку руководство Соединенных Штатов как никогда непредсказуемо, эту возможность упускать нельзя. Рынок долговых обязательств, деноминированных в СДР, был бы хорош для всех резервных валют, кроме доллара США. В более долгосрочной перспективе взлет электронных СДР может оказать дополнительное давление на Соединенные Штаты, чтобы они обуздали свои расходы. Что это все значит? Это значит, что Соединенные Штаты при запуске ИСДР станут слабее, а конкуренция между странами еще ожесточеннее. И мы знали, мы знали, что так и будет. Рост Китая, в том числе и в криптовалютном смысле. Раньше можно было пошутить насчет этого, но не сейчас. Например, CNBC у себя в Твиттере пишет следующее. Майнинг биткоина в Китае угрожает его целям в области изменения климата. Около 75% добычи биткоина приходится на Китай. Если 75% это правда, выходит эта цифра выросла еще больше, ведь в прошлом году она составляла 60%. Опять все тот же нарратив, знакомый нам, не правда ли? Мы уже слышали из уст других людей те же самые слова. Даже из уст той же Джанет Йеллен, которая сообщает нам о том, что 2021 год это новый Бреттон-Вудский момент для глобальной экономики. Все одно и то же из уст, казалось бы, разных людей. Я биткоин-максималист с самого начала, и если ты олдфак этого канала, ты это знаешь. Но меня начинает беспокоить этот нарратив, который сейчас транслируется в средствах массовой информации. Даже появляется сомнение, а что если биткоин это не навсегда? Вопрос вполне себе отрезвляющий. Да? Даже Ripple у себя на сайте пишет этот нарратив. Ripple подает один из самых важных для глобальной элиты вопросов климат и экологию под лозунгом Устойчивость криптовалюты – это путь вперед. Кстати, эта статья, посвященная криптовалютам и климату, опубликована на сайте Ripple всего несколько дней назад. Ripple имеет в партнерах почти все центральные банки мира. И ходят слухи, что правительства этих стран также сотрудничают с какой-то международной организацией. И это организация трансграничных платежей, которые быстрые, дешевые, а главное дружелюбные к экологии и климату. К тому же, этой весной опять будут встречи МВФ, ВЭФ и БМР. А крупные финансовые фигуры мира сего говорят, что 2021 год – это момент новой Бреттон-Вудской системы. Может ли Ripple XRP и быть этой ESDR? Ripple давно строит инфраструктуру для новой финансовой системы. А ослабление США, видимо, только играет всем на руку. Если даже Всемирный экономический форум говорит, что эту возможность упускать нельзя. Вот эта цитата прямо сейчас на экране. Я думаю, даже если и ставить на XRP, то не нужно забывать и о хеджировании своих рисков. Не лупить все сразу в XRP, а купить хотя бы и биткоин, как минимум. Они встречаются и потом говорят о новой финансовой системе. А Соединенные Штаты в это время выдают следующее. Мы готовы представить прототип цифрового доллара в третьем квартале этого года. С каждым месяцем 2021 я понимаю, мы все ближе и ближе к эре цифровых валют центральных банков. Вероятно, она наступит в 2022. Принятие цифровых валют центральных банков удивительно будет работать синхронно с технологией ODL ликвидности XRP. А SDR как раз таки и служит ликвидностью. И все это в совокупности и будет новой финансовой системой. Это не будет что-то одно. Это будет множество криптовалют, стейблкоинов и цифровых валют. И связывать их будет мостовой актив. Забавно, люди поливали грязью XRP. Но теперь многие начинают становиться его оптимистами. Например, Питер Брандт, который ненавидел XRP, внезапно стал его быком и дает оптимистичные прогнозы. Битбой, снимающий видео о том, какой риппл плохой, внезапно снимает ролик, как он ошибся про XRP и теперь, что делает? Покупает его. Немного съеду с темы, но сколько же у него просмотров? 223 тысячи. Это моя мечта. Ну да ладно. Знаешь, почему так происходит? Почему все ненавидели риппла, теперь переобуваются? Потому что все вокруг взлетает и иксует, как не в себя. Кроме XRP, цену которого изо всех сил пытается сдержать сек и ее жалкий, фальшивый и искусственный иск. Но даже так, фундаментальная сила XRP позволила взлететь ему выше доллара и закрепиться над этой отметкой, несмотря ни на что. И на самом деле, я не сильно этим восхищен, потому что думаю, что для XRP это все равно несправедливая цена. Это только его начало. А теперь я хочу показать тебе то самое интервью, ради которого и просил тебя досмотреть это видео до конца. Кстати, забыл поставить ему лайк. Отличное интервью. Заслуживает моего лайка. Это интервью с канала Стэнсбери Ресерч. И оно очень познавательно и информативно. Вильям Миддлкоп говорит, что Международный валютный фонд секретно создает новый денежный слой. И именно слой. Ты поймешь, о чем идет речь, когда посмотришь интервью. Также он говорит, почему пора уходить из банков. Я уже не раз говорил, что у меня нет сберегательного счета в банке, потому что хранить свои деньги в слабеющем долларе глупо. А если говорить про гривну, то проще уже покупать туалетную бумагу и хранить свои сбережения в ней. Активы. Вот в чем я держу деньги. У меня есть деньги только на жизнь и на то, чтобы купить дно. Сберегательный счет в банке в 2021 пора переименовать на теряющий счет. Если хочешь потерять свою покупательную способность, открывай сберегательный счет в банке. Если хочешь выиграть, покупай активы. Биткоин, XRP, любые другие. Это не финансовый совет, но покупать активы это твой единственный способ спастись от того, что ожидает 90% населения этой планеты. А меня зовут Богатейший Ди, но не спеши закрывать видео, ведь есть еще интервью в конце. Как обычно, я благодарен каждому, кто поставит лайк под это видео. Так я знаю, что делаю свою работу не зря. Давай наберем хотя бы 5000 лайков. Мне будет очень приятно. Увидимся в новом видео. Богатей. Должен быть наследник доллара. Должна быть международная валюта, никак не привязанная к какой-либо стране, которая может эволюционировать в мировую резервную валюту. И эта история будет связана с SDR. Прямо сейчас мы видели самое крупное в истории распределение SDR, что, по-вашему, значительно улучшит ликвидность многих развивающихся стран. Но также это сигнализирует о согласованности между Китаем и США в ключевой области глобальной денежной власти. Поэтому я хочу понять, что стало причиной такого масштабного распределения SDR. Может, таким толчком стала пандемия? Да. Сейчас очень много стран обращаются к МВФ за финансовой поддержкой. И МВФ имеет около триллиона резервов, а этого все равно недостаточно для всех. Так что новый трюк был просто необходим для Международного валютного фонда, чтобы создавать новые резервы. И МВФ заявляет, что это новое распределение SDR – это значительная и прямая ликвидность для стимулирования всех стран-членов, не добавляя еще больше к их долгам. Они видят это как новый денежный слой, построенный поверх обычной традиционной денежной системы. Этот слой позволит МВФ создавать свои собственные активы под названием SDR прямо из воздуха и распространять их среди стран-членов. А те смогут добавлять эти SDR-активы в свои валютные запасы. Это будет новый денежный слой. Прошлая администрация Трампа была категорически против этого, но как только Джанет Йеллен стала министром финансов, она написала письмо странам Большой Двадцатки и призвала их к созданию этого нового денежного слоя. Двадцатка моментально согласилась с этим, и теперь МВФ может создавать безумное количество SDR. Я хочу остановиться на вопросе от Джанет Йеллен и почему администрация Трампа не хотела этого. В моем понимании это спасательный круг для стран-членов МВФ. Очевидно, для них это большой плюс. Но кто же теряет на этом? Кто платит цену? Да никто. И это поразительный фокус в этом трюке. Мы строим новый слой денег поверх старой денежной системы. Это приводит к созданию целой кучи денег из ниоткуда. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok